Всем привет, друзья! Вы на канале Free2PlayGames. С вами Михаил. Это игра Trials of Heroes. Сегодня в видео мы разберемся с такой локацией в игре Trials of Heroes, как Галактические врата. Очень часто в комментариях сталкиваюсь с вопросами, которые связаны с этой локацией. Поэтому решил уделить отдельное видео данной теме, друзья. Если вам нравятся такие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем спасибо за поддержку, друзья. Погнали! Итак, пойдем слева направо, друзья. Первая локация в самих Галактических вратах – это Святая Земля. Здесь, друзья, вы можете посмотреть, какие бонусы вы получите за прохождение тех или иных активностей в игре. Например, один из популярных вопросов у новичков – «Как поднять уровень героя до 345-го?» Вот здесь вот как раз, друзья, можно увидеть. Закрываем 500 этапов древних руин и получаем 15 уровней к максимальному количеству уровней 16-звездочного героя. К примеру, Темная Башня увеличивает ОЗУ героев в Галактических вратах. Друзья, и так по каждой из этих подлокаций в Галактических вратах вы можете зайти и посмотреть, какие бонусы вы получите. Некоторые из них распространяются только на Галактические врата. И остальные, например, «Боевая слава» увеличивает количество ресурсов, которые вы получаете в автонаградах. Думаю, здесь больше ничего такого интересного нет. Идем дальше, друзья. Источник божества – это мегалиты и дерево. Ну, дерево – это просто, оно увеличивает уровень урона гримуаров. Не сказать, что так, что что-то супер, но иногда полезная штука в Галактических вратах и этих событиях, которые тут проходят. Самое интересное здесь, друзья, это мегалиты. Мегалиты делятся на классы, то есть по фракциям, по классам и что у нас там еще? И по видам. Например, что я имею в виду, друзья? Вот заходим в божество и вот здесь вот нам подробно расписано. Обычные фракции, друзья. Можно посмотреть, какие дополнительные мы получаем статы для героев, качая тот или иной мегалит. Элитные фракции, галактические, божество и гиперпространство и фракционные, друзья. Фракционные, то есть божество воина, улучшает всех воинов, вне зависимости от фракции. Где брать эти итемки? Вот мегалиты, друзья, можно получить только в каких-то лимитированных событиях, активностях и за месячный ранг в шахте. Пока других способов получать, ну, естественно, друзья, еще доната не существует в игре. В чем прикол? За 15 открытых мегалитов 16-й, друзья, автоматически 100% выдает какую-то башню. За все время, как они появились, эти мегалиты, друзья, вот у меня сколько у нас? 6 башен, 2 из них только выпали на 7-й или 8-й попытке. Все остальные, это полностью 15 прокрутов, только после этого. Поэтому, друзья, смотрите, какой вам интересен более мегалит, подводите его под 15-й, оставляйте 1-й и получите тот, который вас интересует. Вот хотите тьма, свет или гиперпространство, оставляйте мегалит пустоты 1-й и на 15-й прокрутке или 16-й, какая она там будет, вы получите гарантированно этот мегалит. Один из трех, естественно, если у вас уже будет там какой-то из них, то есть остальные все. Если ковка неудачная мегалита, вы получаете итемки Дух Руин. Дух Руин нужен для прокачки, собственно, вот этих статуй наших, божеств, или как они там называются. Также для прокачки этих божеств нужны итемки. Вот здесь мы их видели, вот эти итемки, они выпадают тоже очень редко, бывают в месячных событиях, или 100% их можно получить за ранг в шахте. Так, друзья, вроде бы все, если остаются какие-то вопросы, вы пишите в комментариях, не буду затягивать видео. Так, следующий распространенный вопрос, как делать герои хиперпространства. Заходим в галактическую матрицу, друзья, нам надо 5 миллионов галактических кристаллов, где их брать. Это диссимиляция, они в диссимиляции выпадают. Чем дальше проходите, тем больше награду получаете. И там эти кристаллы есть. Черная дура за прохождение определенных уровней, там потусторонние, там еще кто-то, вы получаете гарантированное 20 тысяч, там 16 тысяч, по-моему. Так, зайдем сейчас посмотрим. И в шахте. В шахте, когда зайдем в шахту, друзья, я вам покажу. Так, как делать герои. У нас есть, допустим, 5000 этих итемок галактических кристаллов. Выбираем обычного. Без разницы, количество звезд. Какие звезды есть, в такого он и превратится. По количеству звезд, соответственно. Ну, вот, например, выберем топора. Все, если у меня есть 5 миллионов этих кристаллов, я нажимаю преобразовать и получаю героя. Пятизвездочного героя. Гиперпространство. Также ввели функцию замена. За хорусы можно поменять, например, молителя. Сделать с какого-нибудь героя гиперпространства, который у вас есть. Ну, например, у меня вот Мерлин. Если есть желание, можно перевести. Так, здесь вроде закончили. Опять же, друзья, если есть вопросы, пишите в комментариях. Так, тоже забыл сказать, где можно взять еще галактические вот эти кристаллы. Вот галактический компас. Компас нам нужны и темки, и звездное колесо. Из-за него можно прокручивать и получать героев. Ну, сейчас у меня колес нету. Давайте куплю одно колесо. Покажу вам. Хоть это и дорого, и невыгодно здесь его брать, но ради контента, друзья, заходим. Галактический компас. Выбираем героя из обычных фракций, которые мы хотим получить, или из светотени. Шанс вы видите. Процент не сильно, но тем не менее, может выпасть. У этого колеса есть два режима, или 15 прокрутов, потом мы получаем гарантированно, гарантированно, как он называется, звездный свет, который можно потом преобразовать или в галактические кристаллы, или в звездные осколки. За 1-250 тысяч тут могу дать. Есть другой вариант перевести. Нажимаем на вот эту вот рулетку, она переходит в другой режим, когда есть 6,6% чтобы выпала звездный свет. Ну, давайте попробуем. Используем. И вот выпадает, за каждый 100% выпадает в районе 7000 галактических кристаллов и обычный герой. Может не обычный, это рандом. Если выпадет герой, которого мы выбрали, как того, которого мы хотим получить, он обнуляется в процентах и все заново. Потом можно опять выбрать или оставить его. Так, здесь вроде бы все. Памятник героя, друзья, это чисто статистика. Кто круче, или точнее, кто богаче. Так, едем дальше. Диссимиляция, друзья. Диссимиляция это такое, типа лабиринта, но справа налево мы идем в разные локации. Думаю, сильно останавливаться не надо. Я ее прохожу на максимально у меня 66 уровень. Давайте зайдем. Но, в чем прикол, на боссах я спускаю уровень до 53-54, потому что боссы, ну, боссы злые, с одного удара они выбивают абсолютно всех. Любые пачки, которые я ставил, они выбивают, поэтому что я делаю? Вот этой пачкой, друзья, я бью обычных мобов. Сейчас вам покажу. На боссах я перехожу на пачку с максимальным дамагом, чтобы с первого хода нанести максимальный урон. Опять же, друзья, здесь надо поменять кристаллы, поставить хит, по хорошим делам разогнать по скорости, чтобы первый ходил и ультовал Ханаман, чтобы навесил 2 проклятия на снятие полностью брони и уклона. Ну, ради видео не буду заморачиваться, друзья. Выглядит это вот так вот. Вот этот дот, который снимает полностью броню всю и уклон. И, как видите, с первого захода мы можем выбить одного босса. Плюс-минус на 53-54 тоже урон по остальным проходит какой-никакой. И за 2-3, в зависимости от того, как повезет захода, можно выбить. Ну, смотрим, сколько здесь получится. Ну, вот, получается, за 2 получилось. Тавтология, извиняюсь, но, тем не менее. Так, обычных мобов, друзья, я перехожу на максимальный уровень. 66, проблемы на 66 уровне. У меня возникает вот как раз в основном с тенью. Бью я пачкой такое. Ураган. Не имея шар. Ну, и, естественно, лилит с основным моим дамагером Космо Евгений. Пропускаем. Смотрим. Все нормально. В этот раз получилось. Но это не всегда так, друзья. В процентах 70 все нормально проходит. Но иногда бывают проблемы. В этой локации, друзья, хит очень имеет большое значение. Потому что мобы прокачаны на уклон довольно-таки сильно. И очень часто мажешь. Поэтому, когда... Если попадается вот в этой локации, можно выбрать статуи, которая добавляет какие-то бонусы. Ну, вот такие. А так она выглядит. То есть, если попадается бонус на попадание, стоит его первым брать. Будет потом намного легче. Так, друзья. Черная дара у нас открыта. Ну, черная дара вот выглядит так. У планеты. Это свитки, которые позволяют нападать или сбросить противника. 1 за нападение. 5 за сброс. И вот эти вот этамки, жетоны защиты, позволяют увеличивать показатели защиты той или иной фракции. Очень нужная штука. Я, собственно говоря, благодаря ним до потустороннего и до телепа. Награды. Награды, друзья. Награды вот такие. Я на потустороннюю 6 особо не парюсь и не двигаюсь. Достиг этого уровня и получаю свою награду. 34 тысячи осколков и галактических кристаллов 20 тысяч гарантированно. Как видите, даже если дойти до первого ранга в потустороннем, это будет только увеличивать количество осколков. Кристаллы от этого не поменяются. Как только вы доходите до определенного уровня, например, дошли первопроходец 6, вы следующие, когда будете заход делать в черную дыру, вы начнете с первопроходца. Поэтому стоит дойти, уделить внимание, дойти до потустороннего и потом можно расслабиться, как по мне, друзья. Так, про пачки и прохождение черной дыры я особо не буду говорить. Оставлю ссылку в описании, где проходил черную дыру. Там более подробно рассказывал про эту локацию. Не буду затягивать видео. И, друзья, последняя крепость, тоже оставлю ссылку на крепость после того, как ее обновляли, отдельное видео. Здесь быстро пробегусь в самое интересное, от магазин пустоты. Здесь можно покупать разные тымки за кристаллы, которые мы получаем за удержание шахт. Как видите, со всех 6, правильно, 6, 6, открыты у меня только первые два уровня. И даже на втором уровне мне не хватало итемок, чтобы купить даже мегалит. К сравнению, друзья, кто играет недавно, первый месяц, когда вышла эта крепость, у меня получилось дойти даже до самого последнего. С учетом, я не топ абсолютно, я там не задротил. Когда-никогда утром-вечером заходил, шахты держал только второго уровня. И этого хватало. Потом они это все пофиксили. При этом, чтобы вы понимали, друзья, я закончил этот сезон на 82-м месте. Но если 82-е место, не может набрать столько итемок, чтобы получить нормальные награды, ну, я не знаю. Как бы, это все три надо третьего уровня держать, раскачивать там 4-5 этих, ну, я не знаю, друзья. В общем, такое видео получилось. Не буду дальше затягивать. Кому интересно, более подробно про шахту, отдельное видео, повторяюсь, сделаю ссылку. Если остались, опять же, какие-то вопросы, друзья, пишите в комментариях. Сто процентов что-то упустил. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, друзья. До новых встреч.